Всем привет! Это видео о том, что делать, если не запускается программа на компьютере или ноутбуке. Причин, из-за которых программы перестают работать или запускаться, огромное количество. К сожалению, многие из них носят исключительно специфический характер, связанный с определенными программными или техническими нюансами каждого отдельно взятого приложения. И требуют от пользователя разного подхода к решению вопроса по восстановлению их работоспособности. Так, в данном видео мы покажем, что делать, если запуск программы блокирует антивирус. Программа блокируется фильтром защитника Windows Smart Screen. Программа заблокирована системой безопасности браузера. Запуск программы не происходит, но процесс отображается в диспетчере задач. Для запуска программы требуются права администратора. Программа не запускается по причине проблем с совместимостью. Не хватает компонента Net Framework. Не хватает компонента Microsoft Visual C++. Не хватает актуальной версии DirectX. Запуск программы или игры невозможен по причине отсутствия файла DLL. Но прежде чем делать это, хочу, чтобы вы понимали, что запускаете заблокированные программы на свой страх и риск. Есть риск повредить ваши данные или систему вашего ПК. Если при скачивании программы, установке или же при запуске срабатывает антивирус и не дает программе полноценно функционировать, то не стоит пугаться, все в порядке. Часто программа не содержит вирусов, но на нее срабатывает антивирус и блокирует ее работу. В таком случае откройте антивирусную программу, в нашем случае Asset Note32, и отключите ее на время установки или запуска программы. Для этого перейдите в «Настройки», «Защита компьютера», «Приостановить защиту от вирусов и шпионских программ». Установите время, на которое необходимо приостановить работу антивирусной программы, и нажмите «Переменить». По истечении установленного времени антивирусная программа снова запустится, но программа, которую вы не могли запустить, продолжит работать. Если антивирус постоянно блокирует уже установленную программу, то ее можно внести в список исключений. Для этого перейдите в «Настройки», «Расширенные настройки», «Защита от вирусов», найдите раздел «Исключения», «Изменить», «Добавить». В поле «Исключать для путей» укажите папку с постоянно блокируемым приложением. Окей. Теперь антивирусная программа не должна блокировать запуск или установку приложения. Для других антивирусных программ алгоритм действий будет аналогичным. В Windows встроен фильтр, который предотвращает запуск подозрительных программ на компьютере. Это Smart Screen. Часто именно данный фильтр является причиной, по которой не запускается программа. В некоторых случаях эти срабатывания могут быть ложными, а иногда просто необходимо запустить программу, несмотря на ее происхождение. В таком случае может потребоваться отключить фильтр Smart Screen. Есть несколько способов, как отключить Smart Screen. Они могут отличаться для разных версий сборок Windows. Это может быть Центр безопасности защитников Windows для сборки Creators Update или Редактор локальной групповой политики для Windows Pro или Enterprise. Но давайте рассмотрим способ, который будет общим для всех версий сборок Windows. Это отключение с помощью редактора реестра. Для этого запустите редактор реестра. Перейдите в ветку HK Local Machine, Software, Microsoft, Windows, Current Version, Explorer. В ней находится параметр Smart Screen Enabled. Кликаем на нем дважды. Его значение может быть одним из следующих. Require Admin – требовать подтверждения администратора. Prompt – запрашивать подтверждение пользователя. Off – отключить. Выставьте данное значение на Off. ОК. Изменения вступят в силу после перезагрузки компьютера. Если в указанной ветке нет параметра Smart Screen Enabled, то создайте его и присвоите значение Off. Для этого кликните правой кнопкой мыши ветки Explorer, выберите Создать, строковый параметр. Присвоите ему название Smart Screen Enabled. И установите значение на Off. ОК. Не забудьте перезагрузить компьютер. После этого фильтр Smart Screen для приложения и файлов с интернета отключится. Также запуск программы может блокировать систему безопасности браузера. Если говорить о Microsoft Edge, то на нем также присутствует Smart Screen. Чтобы продемонстрировать, как он работает, воспользуемся демонстрационной страницей, которую предоставляет Microsoft специально для Edge. Ссылка будет в описании. Так, если при попытке запуска из браузера неизвестного ПО, или такого, которое известно, как вредоносное, Edge не запустит его и покажет одно из таких сообщений. Если все-таки вы уверены, что хотите запустить такое ПО, то чтобы сделать это, вам потребуется выключить Smart Screen в Edge. Для этого перейдите в меню. Параметры. Дополнительные параметры. Поставьте переключатель в положение Откл. В пункте Защитите компьютер от вредоносных сайтов и скачиваний с помощью Smart Screen. После этого Edge не будет запрещать запуск подозрительных программ и страниц. Аналогичную функцию имеют все популярные браузеры. Так, в Google Chrome она называется Защитить устройство от опасных сайтов. А в более ранних версиях Защита от фишинга и вредоносного ПО. Включить или отключить ее можно в меню Настройки. Личные данные. Бывает так, что после двойного щелчка мышью на значке запуска программы курсор мышки превращается в маленький крутящийся кружочек, затем обратно в стрелочку. И никакое новое приложение при этом не открывается. В таком случае, откройте Диспетчер задач. В вкладке Процессы найдите все процессы с названием программы, которая не запускается. Выберите их по одному и кликните Снять задачу. После этого программа, которая раньше не запускалась, запустится. Много программ требует для своей работы прав администратора. Если при попытке запустить или установить программу, система не запускает ее или сообщает о невозможности работы без прав администратора, попробуйте запустить ее от имени администратора. Для этого кликните на ярлыке для запуска программы правой кнопкой мыши и выберите Запуск от имени администратора. Если нужно установить, чтобы программа всегда запускалась от имени администратора, игра, то кликните на ярлыке для запуска программы правой кнопкой мыши. Перейдите в Свойства – Совместимость. Отметьте пункт Запускать эту программу от имени администратора. Применить – ОК. Если не запускается программа или игра, которые являются не самыми новыми, а были выпущены уже какое-то время назад или перестали запускаться после перехода пользователям на более новую версию Windows, например, с 7 на 10, то они могут не запускаться на последней версии или сборке Windows по причине проблем с совместимостью. О том, как запускать программы или игры в режиме совместимости, мы уже детально рассматривали в другом видео. Ссылка на него будет в описании. Для того, чтобы некоторые программы работали корректно, необходим компонент NetFramework. Одни программы работают с определенными версиями, для других нужна именно последняя. Если такого компонента нет на вашем ПК или он не совпадает с тем, который требуется для программы, то она не запустится или даже не установится. Поэтому внимательно посмотрите, что требует программа. В Windows 10, например, некоторые из компонентов уже предустановлены, но могут быть не включены. Чтобы проверить это, переходим в панель управления. Программы и компоненты. Включение или отключение компонентов Windows. Найдите в списке компоненты NetFramework. И посмотрите, чтобы они были активированы. Если нет, сделайте это. После чего перезагрузите компьютер и попробуйте запустить незапускающуюся программу снова. Если среди компонентов Windows вы не обнаружили NetFramework, то их также можно установить самому. Данный компонент можно скачать на сайте разработчика. Ссылка на данную страницу будет в описании. Microsoft Visual C++ также является важным компонентом, который требуется при установке некоторых программ и для дальнейшей их работы. Хотя последние версии Windows, как правило, уже при установке программ устанавливают нужный компонент автоматически, тем не менее, некоторые программы могут не установиться в случае отсутствия нужного компонента Microsoft Visual C++. Поэтому причиной отказа от запуска установки или работы программы может быть отсутствие нужного компонента Visual C++. Актуальную версию данного компонента также можно скачать на сайте Microsoft. Ссылка на данную страницу будет в описании. В случае с отказом установки или запуска компьютерных игр, кроме прочих, также частой причиной бывает отсутствие на компьютере нужной или актуальной версии DirectX. Как и в предыдущих двух случаях актуальную версию данного компонента можно скачать на сайте Microsoft. Ссылка на данную страницу будет в описании. Бывает, что при попытке запуска игра или программа выдает ошибку, сообщающую о том, что ее запуск невозможен по причине отсутствия файла DLL. Это связано с тем, что установщик некоторых игр или программ не устанавливает некоторые файлы полностью. В таком случае для возможности запуска программы потребуется восстановить недостающий файл DLL. Для этого можно использовать как один из множества сайтов, предоставляющих для скачивания файлы DLL, так и программы, предназначенные для восстановления недостающих библиотек DLL. Повторюсь, что описаны не все возможные причины того, что программа не запускается. Пытались указать наиболее часто встречающиеся. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Будем рады ответить на любые вопросы в комментариях. Всем спасибо за просмотр. Удачи!